27 сентября, день воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня. Сегодня отмечают воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. Этот церковный праздник был установлен в честь обретения Креста в IV веке. Крест был найден царице Еленой. Она организовала раскопки. Обнаружили пещеру Гроба Господня и недалеко три креста. Чудо помогло узнать, где находился крест, на котором распяли Иисуса. Больная женщина прикоснулась к нему и исцелилась. В церквах сегодня совершаются праздничные мероприятия. Народ идет в храм, а уж потом приступает к повседневным делам. Название этого праздника нашло свое отражение в пословицах и поговорках. На воздвижении осень-лето отодвигает. В этот день постились. Ели в основном капусту. Отсюда другое название этого дня – капустник. Готовили пирожки с капустой, а вечером устраивали посиделки. Капустные вечеринки, которые могли продолжаться несколько дней. И если девушка, собираясь на посиделки, прочтет определенный заговор, то может встретить своего суженного. За три дня до праздника воздвижения убирали все корнеплоды, свеклу, морковь, картофель, брюкву и ны. Утренние заморозки могли погубить урожай. В садах начинали садить яблоню или смородину. Это можно было делать аж до середины октября. Сегодня не планировали важных дел. Запрещалось отправляться в лес, чтобы не потревожить медведя, которые себе берлогу устраивают и потому зол. Верили и в то, что сейчас леший свое царство осматривает, а потому на глаза ему лучше не попадаться. Приметы. Если гуси высоко летят, весной будет большой половодней. И наоборот. На воздвижении не следует начинать важные дела и ходить в лес. Если сегодня дует холодный ветер, лето будет теплым. Мое обращение к посетителям канала. Поддержите канал. Поставьте лайку, дайте какой-нибудь отзыв. Это простые вещи. Я не прошу вас денег. Поддержите меня вот таким вот образом. Это канал не для того, чтобы вас развлекать, а для того, чтобы вам помогать. Продолжение следует...